В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе отметили День работников и бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Я считаю, что это очень почетная и хорошая и уважаемая работа. На базе Видномской школы искусств продолжаются мастер-классы известных музыкантов. Европейская архитектура на картинах учеников из-за студии «Фантазия». Изначально было задание такое. Я вырезала кусок, а они должны были дорисовать. Во Дворце культуры в Видном прошло ежемесячное оперативное совещание. Руководители муниципальных управлений служб доложили об итогах своей работы за отчетный период и планах на ближайшее будущее. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Ежемесячное оперативное совещание началось с поздравлений. Временно исполняющие полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов и депутат Московской областной думы Юрий Липатов поздравили работников сферы ЖКХ с прошедшим на днях профессиональным праздником. Александра Ускова, который сделал немало для развития Ленинского городского округа, с юбилеем. Я вас искренне поздравляю с замечательной датой, с двумя пятерками. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и работы хорошей, успешной еще на благо жителей Ленинского района. За прошедшую неделю единой диспетчерской службой было принято 459 обращений. В службу 112 поступило почти 5000 звонков. В том числе жители сообщили о незаконной свалке ТБО в поселке Молоково. Работа продолжается. Будем сейчас разбираться. Непонятно, что такое в Молково. В субботу остановлены были 15 грузовиков, которые просто в очередь стояли, дабы выгрузить все, что не должно быть на нашей территории выгружено. Продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент привито более 7 тысяч жителей. На прошлой неделе дополнительный пункт вакцинации открылся в Видновском многофункциональном центре. При этом заболеваемость COVID-19 в округе медленно, но снижается. За прошедшую неделю у нас было зарегистрировано 154 новых случаев зараженных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число зараженных составило 11 300 человек. Количество выздоровевших пациентов увеличилось на 130 человек и составило 8 215 человек. В рамках подготовки к весенне-летнему периоду МБУ «Дорсервис» активно занимается ямочным ремонтом. За неделю уже отремонтировано 450 квадратных метров дорожного полотна. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов призвал не только усилить работу по ликвидации ям на дорогах, но и активно заняться вывозом снега. Сейчас начнет все таять, плюс 6 дальше. Просто утонут люди. Максимально прямо сосредоточиться на вывозе снега из дворовых территорий. Обсудили новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, которые в том числе касаются работы ресурсоснабжающих организаций и УК. Теперь обязательно ежедневная влажная уборка всех помещений общего пользования и контейнерных площадок. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе отметили День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Торжественное мероприятие с награждением лучших сотрудников и концертом состоялось во Дворце культуры города Видное. О героях непростой и очень ответственной профессии расскажет Юлия Пагасян. Виолетта Сухова – одна из тех, кто в этот день удостоился почетной награды. Сегодня она начальник отдела в управлении ЖКХ администрации Ленинского городского округа, а более 13 лет назад начиналась здесь простым специалистом. В профессиональный праздник грамот у Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Виолетта получила за добросовестный труд на благо жителей муниципалитета. Сфера жилищно-коммунального хозяйства очень сложная и очень важная для всех жителей. Хочу выразить большую благодарность руководству Московской области, правительству Московской области, что отметили наш труд. Значит, мы делаем все не зря. Работу этих людей трудно переоценить. Они дают в дома тепло и воду, благоустраивают дворы и улицы. Признаются, трудиться приходится 24 на 7. Ветераны сферы с особым почтением относятся к коллегам по цеху. И днем, и ночью, и в любую погоду, мороз и холод, нужно обязательно идти и выполнять свое дело. Устранять аварии, делать так, чтобы людям было тепло, красиво и уютно. Я считаю, что это очень почетная и хорошая, и уважаемая работа. Профессиональный праздник работников ЖКХ в Ленинском городском округе традиционно отмечают с размахом. В фойе Дворца культуры города Видное-Фуршет на сцене песен и танцевальные номера творческих коллективов муниципалитета. Работа сотрудников ЖКХ всегда является предметом самого пристального внимания. Татошные жители не дают расслабиться, контролируют их деятельность и члены Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Ленинского округа, которые уверены, наши коммунальщики справляются задачей. Они всегда, в любое время дня и ночи, придут к нам на помощь. Работа у них не очень благодарна, не всегда от жителей услышишь слова благодарности. Я хочу передать всем сотрудникам ЖКХ, кто причастен к этой сплошке, кто сейчас работает, ветеранам. Огромное, огромное человеческое спасибо и низкий поклон. В этот день на сцену для награждения вышло более 15 самых лучших сотрудников отрасли. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видно ЭТВ. Упаковка «Тетропак», используемая для продажи соков и молочных продуктов, а также пропилен, из которого делают одноразовую посуду, теперь тоже получат вторую жизнь. Новшество внедрено на комплексах по переработке отходов компании «РТ-Инвест», куда поступает мусор из Ленинского городского округа. Благодаря современным технологиям инженеры смогли обучить роботов распознавать и отделять эти материалы. Сотрудникам предприятия удалось настроить оптические сепараторы системы сверхчувствительных датчиков на сортировочных линиях таким образом, чтобы они не только улавливали нужный материал в автоматическом режиме, но и отсекали загрязненные, непригодные для дальнейшей переработки фракции. Увеличиваем количество отбираемых фракций. Конечно, очень важно отбирать, чтобы максимально то, что возможно в дальнейшем перерабатывать, чтобы оно не попадало на участки размещения отходов. Всему этому была предана вторая жизнь, скажем так, пущена в переработку. Из этого что-то бы получалось. Поэтому, конечно же, это, на мой взгляд, очень важная тема, очень важное событие для нас. Петропак состоит из четырех слоев бумаги, полиэтилена и фольги. Из-за этого и возникали сложности с его извлечением из объема отходов. А проблема с отсеиванием одноразовой посуды в том, что у нее небольшой вес. Петропак обычно разбирают на несколько фракций. Например, картонную часть, которая отделяется во время переработки, дальше перерабатывают в упрокартон, забирают. Например, полиэтилен, который в следующий слой идет, кетропаку подухи, который с фольгой, он идет в крановую. Всего уже собрано более 80 тонн новых фракций. Полиэтилен с фольгой превращают в гранулы для производства композитных панелей, труб, скамеек и ручек. Из переработанной одноразовой посуды делают пластиковые корпусы для приборов, мечи, зонты и строительные панели. В детской школе искусств города Видное состоялся мастер-класс по фортепиано профессора Московской государственной консерватории Рувима Островского. Мероприятие проходило в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России». На уроки музыки побывала и наша съемочная группа. «Оставь вот сюда, вот на это место, вот сюда, чтобы он был немножко под углом». Это уже не первый мастер-класс пианиста Рувима Островского в Видновской детской школе искусств. Профессор Московской государственной консерватории приезжает в образовательное учреждение в рамках программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» и помогает юным музыкантам справляться с техническими трудностями, а иногда и по-новому смотреть на хорошо известное произведение. «Обращаю внимание на профессиональные какие-то, может быть, иногда кажущиеся догматичными вещи, ну, порядок во всем, да, какая-то дисциплина и в голове, и в руках, и в ушах, понимание того, что человек играет». Ученица четвертого класса Анастасия Васильева на мастер-классе исполняла прелюдию Сергея Рахманинова и этюд Машковского. Очень часто родители настаивают на обучении детей в музыкальной школе, но в случае Насти Васильевой инициатором была она. Девочка очень хотела учиться музыке, и инструмент выбрала сама. «Я до специальности еще занималась сольфеджио и хором, была на хоровом отделении. И чтобы выполнять сольфеджио, мне нужно было фортепено. Мне был маленький синтезатор. Я на нем подбирала всякие отрывки. Например, я подобрала отрывок из балета Петра Ильича Чайковского». Педагоги музыкальной школы отмечают, что такие занятия своего рода – курсы повышения квалификации как для самих преподавателей, так и для учеников. Во-первых, для ученика это определенный опыт в исполнительстве, который особенно полезен для детей, которые в дальнейшем поступают в высшие учебные заведения. В мастер-классе по фортепиано приняли участие семь воспитанников школ искусств со всего Подмосковья. Интерес к таким занятиям огромен. Число желающих посетить уроки прославленных педагогов увеличивается с каждым днем. Ведь иногда такой свежий взгляд профессионала может решить судьбу. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Об архитектуре Франции, Германии и России рассказывает выставка «Пространство – это мы», которую можно увидеть в библиотеке поселка Развилка. Ее посетили воспитанники Центра досуга «Картино». «Пространство – это мы» – так назвали выставку воспитанники кружка «Фантазия» совхоза имени Ленина. В родном поселке экспозиция уже произвела впечатление. Теперь ее привезли в Развилковскую библиотеку. Я переговорила с заведующей библиотекой совхоза имени Ленина Марии Машоновой о том, чтобы эта выставка после окончания перекочевала в нашу библиотеку. Потому что мне показалось, что нашим жителям, нашим читателям будет тоже интересно посмотреть вот такие необычные картины. Познакомиться с выставкой приехали воспитанники досугового центра «Картино». Для них сотрудники учреждения пригласили особого гостя – руководителя кружка «Фантазия» Салтанат Дуйсенбаеву. Она и провела полноценную экскурсию для ребят. Изначально было задание такое. Я вырезала кусок, а они должны были дорисовать. Дорисовать как то, как может. Когда они это все сделали, мы решили сделать композицию из этих домов. Центр каждой работы – дома. Ученикам нужно было лишь придумать, в какую ситуацию их поставить. Где-то дома поливают, а они растут, а где-то здание на своих могучих плечах держат атланты. Подобное не может не произвести впечатление на зрителя. Во-первых, близко, и почему бы не посмотреть работы других людей. В общем, мне все понравилось. Интересные работы. Ну вот, много интересных, цветные, сложные, красивые работы. Нужно делать проекты рядом. В библиотеке, в школе. То есть выставлять и популяризировать учеников в своем небольшом районном городском округе или в Московской области. Расширять культурное взаимодействие населения. Посетить выставку «Пространство – это мы» в библиотеке поселка Развилка может любой желающий. Она продлится до конца марта. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.